Друзья, всем привет! Сегодня покажу вот такое вот видео, сделаю вставки, я нашел у себя в телеграме материал с прошлых сезонов, ну и вот про эту вот гортензию Colorful Cocktail, которая вызвала большие споры, особенно вот там возмутился гортензий вот из Подмосковья Сергей Праздничнов. И сейчас покажу вот структуру куста, как она выглядит, как мы ее обрезали, и сделаю вставки по сорту Полярный Медведь, вот я нашел материал с прошлых сезонов, как мы его обрезали и что он действительно зацвел в прошлом году. То есть там специально как-то структуру куста я, конечно, не снимал, потому что не думал, что вот такие вот видео буду делать, но тем не менее там по стветьям, по побегам видно, что они были обрезаны, потому что они меньше силы роста, меньшего размера и так далее. Ну для начала покажу сорт, который, собственно, и вызвал споры, это сорт Colorful Cocktail. И покажу, что мы действительно обрезали в прошлом году это растение на черенки. Как бы я не вижу смысла мне в чем-то обманывать, потому что я как бы никого не призываю делать точно так же, если вы хотите на летнее цветение, делать так не нужно. Мы добивались немножко другого. То, что вот меня ругает там за какой-то пышный куст, ребят, ну мы питомник, у нас есть спрос на такие растения. При этом, смотрите, оно сформировано так, что оно не разваливается. То есть даже если здесь будут соцветия, а соцветия будут мельче, потому что, ну больше побегов элементарно. И, соответственно, эти ветки, они достаточно прочные, они удержат эти соцветия. Так вот, что мы делали? Мы черенковали это растение. Если я не ошибаюсь, в феврале из черенка пошли два побега. Далее, летом, мы их обрезали. Вот он этот срез. И пошли еще побеги. Тут побеги, тут побеги, вот побеги. Были еще маленькие побеги. И снизу мы их удалили. И этой весной мы вот эти вот побеги еще раз обрезали. И вот они пошли, новые побеги уже этого года. В чем тут обман, в чем моя ложь, я понять не могу. И вообще, в принципе, не могу понять смысла претензий, для чего мне обманывать. Что мне там якобы нужно к себе внимание привлечь. Мне этого абсолютно не нужно. Я завел канал исключительно для того, чтобы показывать, как мы выращиваем. То есть не призывать кого-то делать точно так же, потому что мы все-таки питомник. И, как видите, растение абсолютно нормальное. Оно не падает, не валится. И в этом году оно прекрасно зацветет. Ну и сейчас я вам вставлю, как и обещал, видео с сортом полярный медведь, который вот точно так же обрезался. И осенью этого же года он зацвел. В этом году очень многие переживают, что у них метельчатая гортенция не зацвела, или вот только стоит на бутонах. Ну, на самом деле, хочу сказать, что это во всех регионах так. То есть у нас тоже в основном позднее цветение, там за редким исключением некоторых сортов. Вот сейчас я показываю того же полярного медведя, который, соответственно, вот только на бутонах стоит, какие-то бутоны уже раскрываются. Здесь была одна летняя обрезка, это весеннее черенкование. Сейчас покажу на другом сорт. Вот это сорт Pinky Promise. У него точно так же, как у Pink and Rose, была двойная обрезка. Но, как видите, он стоит на бутонах. Не везде, правда, то есть где-то только-только раскрывается, где-то вот только-только заложены бутоны. Но в основном, то есть это вот такие вот еще бутоны. То же самое, то есть двойная обрезка, но вот он стоит на бутонах. Переживать по этому поводу не стоит, потому что это просто погода такая вот в этом году поздняя весна, жаркое лето, и в итоге Гатвензи вот так реагирует. Еще к таким сортам относится полярный медведь. Он бывает тоже чуть-чуть, совсем почти незаметно розовеет, но в основном он белый и потом зеленеется цвет. Друзья, очень всех прошу быть максимально доброжелательными, потому что негатива в жизни хватает. Я создал канал не для того, чтобы здесь был, извините за выражение, срач. Я делюсь тем, что мы выращиваем, как мы выращиваем. Никого не призываю делать точно так же, потому что в основном, я понимаю, меня смотрят садоводы, любители. И там все совершенно по-другому может быть. У всех разный регион, разная почва. Даже разный сорт гортензий может себя вести по-разному. Я просто показываю то, что мы выращиваем. Буду рассказывать про агротехнику, не только гортензий, но и других растений, которые мы выращиваем. От Сергея Праздничного жду как минимум каких-то извинений по поводу того, что он меня назвал мошенником, идиотом, еще как только не назвал. Потому что я считаю, что это недостойное поведение. Для чего это делается? Для того, чтобы контент себе создать? Ну, возможно. Но мне кажется, что его изначальный контент был очень полезный и я думаю, что ему лучше сосредоточиться на этом. Хотя выбор, конечно, за ним. Всем добра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok